Представители ассирийской диаспоры из Германии побывали в Донской столице. В рамках поездки гости посетили Старопокровский храм Ростова. О связи культур в сюжет телестудии Дон Православный. Об истории ростовского Старопокровского храма на немецком языке. По приглашению ассирийской диаспоры Краснодара в России впервые побывала ассирийская молодежь, проживающая в Германии. Андреас Арас родился в Турции. В Германию его семья переехала на правах беженцев, когда он был еще ребенком. Сегодня Андреас председатель организации Кана Сурайо, которая занимается сплочением ассирийского научного сообщества в Германии. Надеется, что в дальнейшем по всему миру феномен диаспоры в непрерывности истории и крепостей Уз. В России живет много ассирийцев. Почти сто лет мы жили в разделении. Сейчас мы начинаем знакомиться, узнавать друг друга. И это замечательно. Мы рады, что ассирийцы хорошо живут в России. Они уже слились с этой страной. Преподобный Исаак и Ефрем Сирины. Здесь же лики последних романовых. Икона, как «Окно в горный мир» стирает границы мира внешнего, временные и географические. Благодаря Николаю II осирийцы переселились на территорию Российской империи, спасаясь от уничтожения властями Османской империи. Исаак и Ефрем Сирины одинаково почитаются как на христианском Востоке, так и в русской православной церкви. Точки соприкосновения с русским миром очевидные. Мы приехали в Россию для того, чтобы познакомиться с российскими ассирийцами, а также познакомиться с русской культурой, русскими традициями. Эта культура отлична от немецкой. Народ после падения легендарной ассирийской державы, рассеявшейся по Ближнему Востоку, не утратил свое бытие. Уже в первом веке входит в историю христианской церкви. Именно из Вавилонии пишет свое первое послание апостол Петр, основатель ассирийской церкви Востока. Связь не столько историческая, сколько уже над историческая крепка в наше время. Отец Даниил, настоятель Старопокровского храма, окромляет Донскую ассирийскую диаспору. В этом храме совершаются панихиды по христианам, погибшим во времена гонений устроенных Османской империей. И судьба современной Сирии в духовном и нравственном смысле – общая боль всех православных народов. Ситуация в современной Сирии очень трагическая, особенно для христиан. У них нет достаточно сил и поддержки, чтобы защитить себя. Христиане рассеяны по всей Сирии. Общая численность ассирийцев, проживающих по всему миру, почти 400 тысяч человек. Российская ассирийская диаспора насчитывает более 10 тысяч. Почти для половины из них юг страны стал царым домом. Будем дальше стараться продолжать эту традицию и встречаться и в рамках церковного общения, и светского, по мере тех сил, которые Бог нам дает, будем стараться. Ростов и Краснодар являются очень важными нашими родинами, которые приняли нас здесь. Хотя повседневный язык ассирийцев, посетивших Ростов-на-Дону немецкий, а зачастую и английский, родной язык они, конечно, не забывают. Главную молитву, которую некогда Иисус Христос научил своих апостолов, «Отче наш», произносит на ассирийском языке. Он предельно близок арамейскому, на котором и говорили во времена Иисуса Христа. Иисус Христос